Видео представлено сайтом online-gdz.net Всем привет! Сейчас мы с вами решим задание под номером 569. Докажите, что длина ломаной ABC больше длины ломаной ADC. Для начала давайте вспомним, что такое длина ломаной. Сумму всех звеньев ломаной называют длиной ломаной. Какая же длина ломаной ABC? Это звенья. Какие у нее есть звенья? Это AB и BC. Но мы с вами видим, что BC разбита точкой E на два отрезка. То есть мы можем записать, что AB у нас так и остается, а BC запишем в виде BE плюс EC. Дальше длина ломаной ADC. Это AD плюс DC. Итак, мы с вами записали длины, которые нам потребуется сравнивать. Поскольку написано «докажите», то мы не можем просто посмотреть на рисунок и сказать «Вот это больше, а вот это меньше», хотя мы могли бы так сделать. Но «докажите» в математике означает, что нужно письменно доказать, что это именно так. Не то, что наш глаз, потому что глаз может подвести, мы можем как-то не так увидеть. Или один человек увидит так, а второй увидит так. Но если математически мы докажем, то никаких сомнений уже не будет. Поэтому мы сейчас с вами на рисуночке видим два треугольника. Давайте их рассмотрим. Нам ведь не просто так дана эта точка E, правильно? Итак, у нас есть ABE и CDE. Если мы говорим о треугольниках, то нам нужно кое-что вспомнить, что мы о них уже знаем. А известно нам следующее, что сумма длин двух сторон треугольника больше третьей. Как нам этим теперь воспользоваться, чтобы доказать, что длина ломаной ABC больше длины ломаной ADC? Итак, треугольник ABE, который красненький. В нем сторона AE, по нашему правилу, будет меньше, чем AB плюс BE. Да? А что такое AE? Мы видим, что AE разделено точкой AD. То есть вместо AE мы можем записать, что это AD плюс DE. И это будет меньше, чем AB плюс BE. Теперь давайте с каждой стороны нашего неравенства отнимем сторону DE. Вот эту сторону отнимем. То есть с этой стороны у нас останется только AD, потому что плюс DE минус DE. То есть оно самоуничтожится, да? А здесь мы так и запишем. AB плюс BE и минус DE. Теперь рассмотрим синенький треугольничек. Как мы его назвали? Давайте CDE. Опять-таки воспользуемся правилом, что сумма длин двух сторон треугольника больше третьей. И рассмотрим сторону DC. Почему мы брали именно эти стороны? Потому что вот здесь у нас есть вот они, AD и DC. Поэтому в первом треугольнике мы выразили AD, теперь мы выразим DC. Итак, DC будет в любом случае меньше, чем DE плюс EC. Теперь смотрите, что получается. У нас есть вот AD, которая меньше определенной суммы, и DC, которая тоже меньше определенной суммы. Поэтому если мы теперь напишем AD плюс DC, то оно в любом случае будет меньше, если мы вот это просуммируем с этим. То есть потому что они оба меньше этого всего. Давайте теперь вместе это запишем. Плюс BE, это сначала с AD, там где AD у нас неравенство, минус DE, плюс DE и плюс EC. Так, вот это мы видим, что оно самоуничтожится. Равно мы не можем ставить, потому что у нас неравенство, поэтому мы переписываем. Это будет меньше, чем AB плюс BE и плюс EC. А теперь посмотрите, что мы с вами получили. Что длина ломаной ADC, AD плюс BC, меньше, чем длина ломаной ABC, которую мы выразили через A плюс B плюс E. То есть мы можем записать, что AD плюс DC меньше, чем AB. Вот это у нас что? Это мы заменяем как BC, да? Плюс BC. То есть длина ломаной ABC, давайте наоборот, там, AD плюс DC, это ломаная ADC. ADC меньше длины ломаной ABC. Вот мы с вами математически доказали, что длина ломаной ABC больше длины ломаной ADC. Ну или ADC длина меньше, чем длина ломаной ABC. Вот и все на этом задании мы решили. Да, оно было непростым, но если исследовать математической логике, то все быстро решается. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии к этому видео. И не забывайте заходить в наши группы в социальных сетях. Спасибо за внимание. До встречи в следующем видео.